Привет, друзья! Елена Проклова – заслуженная артистка, женщина, чьё обаяние помнят миллионы поклонников по множеству советских и российских картин. Актриса, чья популярность сегодня переживает второй рассвет, знаменита не только блестящими ролями в кино, но и насыщенная личной жизнью. Однако мало кто знает, какую драму пришлось пережить Елене Прокловой. Она не теряет интерес публики к своей персоне и умело подогревает его. Сегодняшнее материальное положение популярной артистки полностью зависит от степени её активного участия в различных ток-шоу. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живёт Елена Проклова, какой у неё гонорар и какой недвижимостью она владеет. Родилась будущая актриса в Москве 2 сентября 1953 года в интеллигентной семье старинного дворянского рода. Отец преподаватель военного политеха, мать школьная учительница, в роду числились известные артисты. Заниматься в кино девочка начала с 12 лет. Дебютная стала картина «Звонят, откройте дверь». Затем последовала роль Герды в «Снежной королеве», работа над картинами «Гори-горимая звезда» единственная. Сегодня Елена больше не снимается в кино, но возраст не мешает ей дальше появляться на сцене театра. Сейчас она участвует в нескольких рейтинговых постановках – «Тамада», «Бэмби», «Иные», «Всё сначала». Сейчас актрисе за 67 лет, но она по-прежнему великолепно выглядит. Впервые об омоложении Проклова задумалась в 2000-х годах, но тогда это были процедуры аппаратной косметологии, которые не принесли желаемого результата. Появились мысли о пластике. Одной из первых стала ринопластика. После были инъекции красоты с гиалуроновой кислотой, увеличение объема губ, уколы ботокса против возрастных и мимических морщин. Результатами пластической хирургии актриса осталась довольна, обращалась только к одному специалисту. Одни говорят, что киноактриса отлично выглядит, другие уверены, что с пластикой явно переборщила. Впервые Елена вышла замуж, когда ей было 18 лет. Ее избранником стал режиссер-документалист Виталий Мелик-Карамов. Елена сама предложила Виталию расписаться, и Карамов согласился. Их брак был поспешным и непродолжительным. Болгарин по национальности, Виталий постоянно ревновал жену. Елена в то время снималась в кино в обнаженном виде, чего Карамов категорически не понимал. В одной из ссор он поставил ее перед выбором, и она сделала выбор в пользу кинематографа. От брака осталась дочь Арина. Вторым супругом в биографии Елены стал академик, доктор медицинских наук, врач-травник Александр Савелов-Дерябин. Знакомство произошло спустя долгое время после первого развода. Актриса даже успела отметиться в любовной связи с женатым Олегом Янковским, от которого сделала аборт. На тот момент она была знаменита, а Александр считал себя ее ярым поклонником. Он занимался лечением язвы дочери Арины, при этом решил покорить сердце актрисы. Вскоре пара поженилась. Но брак был недолгим, а виной тому трагическое событие. Елена была беременна близнецами, которые при рождении умерли. Александр от горя запил. Супруги не смогли поддержать друг друга, поэтому без обид и взаимных претензий решили развестись. Новая любовь в жизни Прокловой появилась после развода с Савеловым-Дерябином. Молодой архитектор Андрей Тришин без ума влюбился в известную актрису, а ей хотелось хоть кому-то подарить нереализованную материнскую любовь. Влюбленные поженились, мечтали о пополнении семьи. Елена забеременела, но сын через 8 дней после рождения умер. Врачи поставили неутешительный диагноз – актриса не сможет больше родить. И все-таки Проклова забеременела повторно. Беременность после 40 лет далась ей с особым трудом. Приходилось часто лежать на сохранении, находиться под круглосуточной наблюдением врачей, делать уколы в живот, пить лекарства. На свет появилась дочь Полина. В браке супруги прожили 30 лет. Сама Проклова не раз говорила, что это ее последняя любовь. Но в 2015 году в прессе появилась информация, что актриса разводится с Тришиным. Ее критиковали, не понимали, но решение было окончательное. У Елены Игоревны двое детей. Старшая дочь Арина от Виталия Мели Карамова, младшая Полина от Тришина. Воспитанием старшей дочери Арины занималась мама актрисы, а после развода девочка переехала жить к отцу. Проклова была молода и не видела себя в роли чопорной домохозяйки, но часто навещала Арину. Младшую Полину, родив после 40 лет, уже воспитывала сама. В этом помогал супруг Андрей. Разница в возрасте между сестрами приличная, Арине 48 лет, Полине 27 лет. Девочки дружны с матерью. У старшей уже свои дети и внуки, младшая пока не замужем. Сегодня материальное положение артистки полностью зависит от степени ее активного участия в различных ток-шоу. Елена Проклова спокойно рассказывает о своих абортах и романах с публичными людьми. По последним данным, ее гонорар составляет не менее 150 тысяч рублей за одно выступление. Так как у кинозвезд типа Елены Прокловой, вышедших на пенсию, уровень государственного обеспечения достаточно низкий – около 15 тысяч рублей, то такого рода заработок может по-настоящему считаться солидным. Елена Проклова в последнее время участвовала в нескольких откровенных передачах, где в основном вспоминала свои романы прошлых лет с известными всей стране мужчинами. Пользователи сети осуждают Елену Игоревну, утверждая, что она сделала скандальное заявление, потому что ей заплатили 1 миллион рублей. Злопыхатели считают, что актриса уже потеряла свою популярность, якобы таким образом она решила напомнить о себе и заработать на этом, дабы погасить кредиты. Деньги отправлены в фонд помощи «Ты супер» для талантливых детей-сирот. У меня есть сертификат, подтверждающий это. Так что на эту тему все могут замолчать. Я много зарабатываю, умею трудиться и, слава богу, востребована как актриса с детства. Ответила Елена Проклова пользователем сети. Так какой же недвижимостью владеет Елена Проклова и в каких апартаментах проживает сейчас актриса? Однажды подруга пригласила Елену погостить в Сочи, и актриса влюбилась в этот город. А тут как раз на глаза попалось объявление о строительстве нового жилого фонда. И Проклова решила купить квартиру рядом с морем. Сначала Проклова рассчитывала купить однокомнатную квартиру площадью 40 квадратных метров, но позже решила, что ей в ней будет слишком тесно. И в итоге актриса выкупила еще две квартиры на 11 этаже и объединила их в одну, увеличив общую жилплощадь до 120 квадратных метров. Когда поняла, что на покупку и ремонт нужны большие деньги, ахнула. Но тут подвернулось предложение сняться в рекламе. Гонорар от съемок полностью покрыл все расходы. В этой квартире, в районе улицы Черноморской и проспекта Пушкина, актриса собирается встретить старость, поэтому ремонт делала на века, используя качественные натуральные материалы. В квартире две спальные комнаты, гостиная, сауна, терраса с барбекю и душем, джакузи. Даже кушетку для массажа актриса предусмотрела. На террасе имеется и большой обеденный стол, чтобы есть на свежем воздухе и любоваться природой. Вид из окна у актрисы шикарный. 11 этаж, южная сторона, рядом море. По оценкам экспертов, стоимость квартиры Прокловой может достигать 60 миллионов рублей, не считая ремонта и мебели. До переезда в Сочи актриса с бывшим мужем проживали в деревне Жостово, что недалеко от мытищей Московской области. К тому, что знаменитости живут на широкую ногу люди привыкли, а обилие чучел животных в доме очень удивляет. Оказалось, что Андрей Тришин заядлый охотник. Трофей он привозил домой из Африки и украшал ими дом. Как истинная женщина, Елена позаботилась о создании большой гардеробной, где хранятся все ее наряды, а как рачительная хозяйка, сделала в доме погреб, где можно найти многочисленные закатки. Елена обожает цветы и растения. Ее дом похож на оранжерею, ухоженная придомовая территория тоже утопает в зелени. Не зря когда-то актриса обучалась ландшафтному дизайну. Друзья, давайте пожелаем актрисе наполнять этот мир сиянием радости и благоуханием нежности. Пожелаем великого мастерства актерской игры и замечательных ролей. Пожелаем постоянной уверенности в себе и ежедневного счастья в жизни. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!